Накануне Дня российского студента в Артёме прошла встреча авторов и редколлегии Артёмовского журнала про молодёжь. Она получилась символичной, ведь именно с подачи студенческой молодёжи и в год молодёжи этот журнал родился и стал настоящим событием, как покажет время не только для города, но и для всего края. Наверное, каждый слышал о том, что 2009 год объявлен в России годом молодёжи. Приуроченных к этому событию мероприятий великое множество. И спортсмены, и интеллектуалы, и творческие ребята. Каждый сможет проявить себя в какой-либо области. Но наш город решил пойти немного дальше. Создать журнал про молодёжь. Идея создания журнала принадлежит Владимиру Халчуновикову. Если проект себя хорошо зарекомендует и пойдёт в молодёжь, и это будет востребовано, ну тогда, наверное, он уже будет реализовываться и дальше. Первый номер журнала вышел в свет в апреле 2009-го. Тиражом – 2000 экземпляров. И сразу же собрал армию поклонников, причём не только возраста 18+. И всему нашему городу Артём! Мы тебя любим! Первый номер, вопреки русской народной поговорке, получился совсем не комом. Уже сейчас редколлегия начала работу над вторым выпуском, который появится в продаже в 20-х числах июня, перед Днём российской молодёжи. На страницах журнала оживали истории успеха школьников, студентов. Талантливые дети становились героями, с которых можно было брать пример, а статьи писали их сверстники. Постоянный автор журнала Геннадий Картелёв про молодёжь пишет ещё со школьной парты, а сегодня ни много ни мало студент жильфа КДВФУ. Несмотря на это, он не оставляет журналистику в родном городе. Один из его вкладов – создание нового проекта в рамках журнала. Захотелось поднимать тему будущего в городе Артёме. Так его и назвал – «Свежий взгляд на будущее. Отчёт нового десятилетия». Мне кажется, что в нём молодёжь сможет найти ответы на интересующие и актуальные вопросы. Журнал отлично справлялся с задачей патриотического воспитания молодёжи. Он выходил в рамках муниципальной программы ежеквартально солидным тиражом. Обязательный экземпляр пополнял местную библиотечную систему. Его дарили гостям города. Им награждали активных жителей. Он пополнял домашние архивы в семьях и стал своеобразной летописью об истории развития молодёжного движения в Артёме, а многим дал путёвку в жизнь. Большой объём проделанной работы не только редколлегии журнала, а вообще проделанной работы именно в городе в отношении реализации молодёжной политики. Сколько у нас замечательной молодёжи в городе, которая уже выросла. Десять лет назад те, которые были КВНщиками, просто активными лидерами в молодёжных центрах, а сейчас они состоявшиеся люди. Ни в одном городе Приморья не было таких уникальных возможностей для самореализации. И тогда, казалось бы, мы такие маленькие, неокрепшие умы, и нам в руки доставались такие мощные ресурсы, как журнал про молодёжь, где мы писали статьи на самые различные темы, как и репортажи освещали те или иные события. Но что самое ценное, что уже в 13 лет, в таком маленьком возрасте, мы писали социальные истории, которые действительно находили отклик в сердцах людей. Портрет Юлианы Сенько украшает 19-й выпуск журнала про молодёжь. Когда-то она была одним из его авторов. Теперь стала героиней статьи про успешную девушку, которая из артёмовской школьницы выросла в руководителя собственной медиашколы. То, что мы продолжаем делать сегодня уже на профессиональном уровне, всё это уходит корнями в журнал про молодёжь. Благодаря такой уникальной поддержке у нас была возможность разговаривать с аудиторией о разном, о социальном, о проблемах. У нас была возможность таким образом с помощью журнала мотивировать молодёжь, вдохновлять её, даже воспитывать, если можно даже так сказать. Хочется, чтобы сегодня это СМИ продолжало развиваться. Пусть оно будет развиваться в ногу со временем. В последние годы бюджетная статья расходов на выпуск издания сократилась. Его стали выпускать один раз в год. Теперь дальнейшее существование журнала про молодёжь под большим вопросом. По мнению распорядителей финансов, необходимо менять формат. Всё-таки хочу думать о том, что это не последний номер. Хочу на это надеяться. Если сейчас ложить все 19 номеров и листать, то это уже своего рода такая большая книга-энциклопедия. Не только мы писали про молодых людей, но и про то, что делается в городе. И помощь начинающему бизнесу, и помощь в трудоустройстве, какие-то психологические моменты. Я думаю, что можно выпускать сетевое издание. Сейчас очень популярно всё это в интернете, тем более, что и молодёжь у нас в основном в интернете сидит. Можно делать и печатную версию, но гораздо меньшим тиражом. Ещё до прошлого года в Артёме о жизни в молодёжной среде можно было узнать из молодёжной телепередачи «Поколение Некст». Перешагнув в десятилетний рубеж, она прекратила свою жизнь. И вот 10 лет журналу. Пока он остаётся визитной карточкой Артёма и единственным глянцем о молодёжной жизни во всём Приморье. Ирина Анциферова, Илья Тишкин, Светлана Нурик. Городские новости.